В Булунском и Аннабарском районах Пурга Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме Распоряжением главы администрации поселка Тикси в ноябре месяце была утверждена новая пруговая комиссия На сегодняшний день в связи с погодными условиями уже второй день отменены занятия в школах, дошкольных учреждениях и работа женщин, имеющих детей дошкольного возраста В Якутии по результатам лабораторных исследований животные в нескольких районах были заряжены бешенством Так в Оленекском районе убит бешеный волк, он набрел на палатку охотника В Аннабарском районе больной хищник напал на собак в поселении, а в Нижнеколымском районе бешенство обнаружено у двух домашних оленей Специалисты отмечают, что говорить об эпидемии преждевременно, но никогда не стоит забывать о вакцинации У нас за январь месяц только по России уже 298 случаев В Республике Саха-Якутия, если у нас в России преобладает где-то 70% собак и кошки, то у нас в Республике особо подвержена Это по арктическому виду бешенства дикая фауна У нас парадические случаи имеются, в 2017 году у нас ни одного случая не было Но если взять последние три года, это в 2014-2015 году, там по три случая все-таки были зафиксированы Вирус очень неустойчив к температуре высокой, но очень хорошо сохраняется в замороженном виде и в почве сохраняется от 45 дней и более Появилось видео с попыткой кражи духов 44-летним мужчиной Напомним, ранее мы сообщали, что в Якутске ранее неоднократно судимый из-за кражи мужчина пытался похитить дорогостоящий парфюм Он зашел в магазин, взял с прилавков духи и, спрятав их в карман, попытался пройти мимо кассы Персонал магазина заметил попытку хищения и задержал посетителя, вызвал полицию Позднее он пояснил, что хотел перепродать парфюмерию, а на вырученные деньги купить алкоголь Промышленные объекты, социальные учреждения и избирательные участки Нерингринского района Проверяют на предмет антитеррористической защищенности Глава района провел заседание, на котором обсуждались два вопроса О принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности в преддверии выборов И о профилактике противодействия экстремизму в молодежной среде С участием представителей ФСБ, отдела МВД и вневедомственной охраны К разговору были приглашены главы поселений, представители ГРЭС, водоканала, аэропорта Нерингрин Сахателекома, учреждения образования и культуры Ночью горел овощной киоск на улице Ильминской в Якутске В результате пожара огнем повреждена сена и пол внутри на общей площади 6 квадратных метров Причина предположительно короткое замыкание электропроводки Также горел гараж на улице 50 лет октября в поселке Хатыстыр Алданского района По моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля В результате пожара она изгорела Общая площадь 24 квадратных метра Сам гараж удалось спасти Причина предположительно несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи В обоих случаях виновные ущерб устанавливаются А главное управление МЧС России по Якутии продолжает напоминать о соблюдении правил пожарной безопасности Также в эти дни МЧС продолжает участвовать в масштабной вне ведомственной акции безопасный лед Целью которой является пропаганда безопасного поведения на водных объектах Полицейские и спасатели патрулируют водные объекты и проводят разъяснительные беседы с населением Задействовано 420 межведомственных патрульно-профилактических групп В общем количестве 1500 человек и более 200 единиц техники Так, например, на переправе Конголас и Сотинцы выявлено 4 нарушения по линии ГИБДД А школьникам и детям рассказали об опасности льда Мы в свою очередь также напоминаем, что водоемы всегда таят опасность Трагедия может произойти в любой момент Пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами Следуйте требованиям дорожных знаков И обратите особое внимание на ограничения допустимой нагрузки Нюрбинские экологи пресекли незаконные исследования Местные жители сообщили инспекторам о нарушении Местность Сатта была занесена в реестр охраняемой территории в 2016 году На такой категории земли запрещается проводить какие-либо исследования Экологи во время проверки выяснили, что на особо охраняемой территории Работали специалисты Иркутск Геофизика без разрешающих документов По итогам рейда деятельность компании в местности Сатта приостановлена Иркутск Геофизика произвела свою работу без соответствующего согласования Они на территории ОПТ Сатта производили работу То есть вырубку пресеки Пресеки сделали Они производят сельсморазведку Уже известно, что работают две бригады Прорубили две пресеки уже 150 ящиков с алкоголем было изъято у жителя Благовещенска в Валдане Мужчина сообщил, что собирался выпить все сам Но не имел сопроводительных документов Поэтому будет вынужден сохранить печень Сотрудниками полиции был остановлен грузовик Следовавший из Благовещенска Валдан Под управлением 33-летнего мужчины В ходе досмотра было обнаружено 150 ящиков с алкоголем Стеклянной таре без сопроводительных документов Как пояснил мужчина Он приобрел продукцию в виноводочном магазине В Благовещенске для личных нужд По факту проводится проверка А у меня на этом все Берегите себя Благовещенске для личных документов